Майдалин, Майдалин, я знаю, что ты очень хотела знать, что происходит. Галина Алексеевна, она очень избалованный человек по себе. Ее даже трудно раскусить, кто она такая. Ее трудно даже понять, кто она такая. В общем, ее родители очень ее избаловали. Конечно, у нее высокое образование, родители все за нее делали, поэтому она могла учиться. Она становится очень коварной. Но, конечно, в ней много бесов, нечистых духов и змеев. Но она не собирается исправляться, потому что внутри у нее есть грехи, которые она не хочет исповедовать. Она дочку свою избучила. И она не хочет быть ближе к Богу. У нее очень много противения к Богу. Очень много ведет себя как атеистка. И она хочет все время мстить верующим людям. И поэтому, Майдалин, больше с ней не разговаривай. Конечно, у нее коварные мысли против тебя были. Да и всегда у нее крутятся назойливые мысли. Ты ей помог так, а она еще что-то про тебя думает. Конечно, это змея. Но я тебе... Да, она планировала. Она всегда так делает. Оксана с ней... Ее давно уже знают. И она вчера думала, думала. Ну да, она так хочет теперь так жить, соблазнять мужчин. И да, это правда. Это все правда. Это все правда. А ей уже надоело. Она уже... Это горе от ума называется. Горе от ума. Она специально спросила Оксаны, как ее дочка обманывала, что у нее рука там болит. И что она не может играть на скрипке. А это специально, чтобы Оксана только всю работу выполняла. Они еще... Они мастера на обман. Я говорю про Галина Алексеевна, ее дочери. Так они всегда делают. Так всегда ее... Ихняя мать так всегда делала. Когда она устала уже быть учительницей. Они так всегда делали. Ихняя мать делала. И они так делают. Ну, они так думают, что там модно так придумать. Такое делать. Налево, направо. Они так всегда делали. Всегда. Поэтому держись от Галины Алексеевны подальше. Уже не нужно ничего. И с ней больше не разговаривай. В нее коварные мысли. Она уже... Все. Ее мать вела такой образ. Соблазняла мужиков. И она хочет тоже так. Ее не остановишь. Ее нужно делать чистки. Но я ее подосталась. Потому что я не хочу, чтобы она была такая. Но ты держись от нее подальше. Галина Алексеевна. Потому что она непростой человек. Конечно, она всегда думает о тебе. И она скрывает много вещей. Ее эмоции слишком много. И это не змея сидит. Нужно много делать прокламейшн. Много прокламейшн сделать. А она не понимает по-другому. Она только понимает, Когда в озеро огненное Ее будешь опускать каждый день. Только до нее доходит. И все. Больше ничего она не понимает. И у родителей тоже. И там еще какие-то дочки Ставься в озеро огненное. Тогда они будут что-то думать. Перестать такими дурацкими затеями заниматься. Больше ничего не поможет. Держись от Галины Алексеевны подальше. Дальше старайся со своими френдами. Те, которые у тебя есть некоторые. Walking around, back and forth. Я имею в виду, Которые ты с ними дружишь. Которые как спай. Уйди отсюда, змея. Уйди отсюда, змея. Ну, я пыталась сказать ему. А почему он меня не слушает? Да, тебя змея. Никто не собирается слушать. Врониха вонючая. Да, я еще не то. Но почему меня Иисус поймал? Ну да, я змея живу в Галине Алексеевне. Ну, я завидую, что он так хорошо все понимает. И что у него будет семья. А у меня ничего нет. Я завидую. Я хотела кое-что понаделать. А он как на меня оторвался. Посадил меня. Я даже не знала, что он такой по-немецки, как и меня дал копоти. Что я даже забуду его. Ну, я все равно планирую. Я же змея живу. Я же Галина Алексеевна еще не то творила. Не то своей жизнью творила. Ну, я, конечно, планировала. Всегда планирую. То того, то того, то того. Это же... Если у меня крыша сорвало, то я так на всех мужиков бросаюсь. А что-то они такие стали... Такие налоги были, что я только ору и ору и ору и ору. Ну, в общем, я планировала. А Иисус пришел и говорит, ты чего здесь я губы раскатала? Ты уже жизнь свою прожила и хотела ломать жизнь. У Гены Губы и так жизнь поломает. Ты еще что-то глаз ставишь? И тогда Иисус на меня разгневался и отослал меня в озеро Огненное и моих родителей. Я даже их увидела, что они там. И я там буду три недели. И моих плохих дочерей тоже отправил. Ну, в общем, Иисус сейчас плавит гневом даже на Трампа. И на Иванку. Он ненавидит Трампа. И Иванку. Да. Потому что они ужасно. Они всегда бегают за Оксаной. Оксана им там такие дает. Они все президенты по всему земному шару боятся ее. Они все на цыпочках ходят. Ходят по Оксану. И сказал им какое-то повеление. Мы же будем дрожать. Мы такое планировали. Она нам дала. Теперь все трожим. Мы все боимся. Говорит, похоже, что она везде президент. Мы не должны переживать ни о чем. Иисус говорит, я буду везти все народы. Никаких вам не нужно президентов. Да, все замолчали. И все так тихо молчат. А то, что я так планировала, чтобы ты не разговаривал с Оксаной, теперь мне муки грозят. Я же змея так. На улице так все время выходила. И я не разрешала с тобой разговаривать. Ну, потому что она... Ну, потому что если она приходит, то... То мне же беда. Это я же змея. Вот. Она же... Я же... Если только где-нибудь я ее увижу, то все. Мои планы поломаны. Да-да-да. Она всегда от себя молится. Всегда от себя переживает. Я только подумала. Мне раз по башке уже огрели. Уже все. Я змея уже мне конец. Чего Соня Михалаки? Соня за Соня. Пашей получил. Так ей... Ой, так ей не надо. Ну, в общем... Змея на тротуаре я живу там, а... Ну, Давид, ты меня сейчас прикончит. Да-а-а... Он прикончит меня. Я знаю, Давида. Всех змей прикончит. Ну, ты пока послушай это. Ну, скоро-скоро. Подожди. Слушай. Ну, ну, че еще говорить? Ну, 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 что? Я лежала там на тротуаре и не давала Оксане ходить за... Ну, к тебе в гости приходить там, а... Ну, как разговаривать там, а... Ну, как... Там... Как ты там... Ну, как ты там хотел постучать в дверь? Она так... Она так и... Не привыкла. Она привыкла, чтобы... Ты сам выходил на улицу. Ну, там ходил, свои делами занимался. Ну, да. Ну, ж те видеокамер-то много-то, я же вижу. Ты увидел и... Как-то заранее вышел. Но она не любит стучаться в твою дверь. Ты что? Она не... Она не будет стучаться. Ну, в общем... Она... Ну, не знаю. В магазине когда-нибудь увидитесь. Лаз-дэ-бэ-стапшен, бог сказал. Ну, да... Ну, в общем, все равно, у бога... Миллион планов, чтобы мы были вместе. Так что я бессильна. Мне в глаза яблоки засунули. Дерево жизни. Я уже ничего не вижу. Хожу и хромаю. Да... Я такая змея побитая. Хендикап змея стала. Ну... Черт, давит мне здесь. Кофть дает. Так что я уже... Ну, я уже не могу ничего. Ну... И каждый раз, когда Оксана ходит возле тебя... Ну, это означает, что... Ну, ну... Ты знаешь, что это означает. Много... Когда ходит... Ну, это означает, что... Ну... Змеи все убегают от тебя. Ну, ты знаешь, что это означает. Да, смотри, Лиз. Не волнуйся. Да, Давид знает, как говорит про клыбищ. Но он всех змей с асфальта проплавит. Все асфальты. И змеи вообще в асфальте не будут торчать. Я знаю, Давид, да еще. Там еще там что-то планируют. Пока неизвестно. Но я уже знаю, что он спалит всех змеев на свете. Я его знаю. Ладно, пока. Пока он не спалил меня, мне надо уже бежать кайц на небо. Я же змеясь не покаюсь. Меня спалит еще. Ай. Ну, как? Ну, мы же падшие ангелы. Если не покаямся перед Богом, то, 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 то и Бог такие повели, я скажу, что, ну, в общем, я на небо пополетела. Ой, на земле. Ой, 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 пошла кайться. Ну, че кайться, че? Тебе же сколько мешало. Это же все. Падшие ангелы мешали тебе разговаривать с Оксаной. Да, это... Ай, ничё. Да уже долетела до божьих ушей. Все. Всем змеям конец. Ну, это весь. Продолжение следует...